Здравствуйте, мои любознательные телезрители! В эфире очередной выпуск занимательной и познавательной передачи «Культ Просвет». Как обычно, я, Екатерина Старосветская, постараюсь дать вам очередную порцию новой и полезной пищи для ума. Так что не переключайтесь, выделите буквально 15 минут из своего графика для культурной разминки. На этот раз «Культ Просвет» пройдет в формате дайджест. Я покажу и расскажу вам о самых ярких и интересных моментах за несколько эфиров. И начнем мы с вами с небольшой экскурсии по нашему району в рубрике «Welcome to Russia». Вы наглядно убедитесь в том, что наша земля богата творческими личностями, в частности, художниками. А начнем виртуальную экскурсию с небольшой мастерской, расположенной в Дубках. С недавнего времени здесь образовался круг современных молодых художников во главе с Антонио Фибоначчи. Он сплотил вокруг себя большое количество мастеров кисти и красок со всего Одинцовского района. Стилистика исполнения абсолютно не похожа на традиционную школу живописи. Современные художники называют эту технику «нео-орентал». Сюжеты картин перекликаются с японской и китайской мифологией. Из этих древних культур можно черпать и вдохновляться неисчислимым количеством образов и персонажей. Драконы из старинных легенд, фениксы из азиатских сказок, цветы сакуры, воины в доспехах. Неизведанные просторы космических галактик также являются излюбленной темой для свободных художников. Собираю вокруг себя таких же творческих людей, художников. Вместе создаем какие-то проекты, делаем выставки. И очень хотим в Одинцовском районе где-нибудь сделать галерею. Так как у нас с этим нехватка галерей почему-то, мы хотим организовать творческое пространство, где могут современные мастера показывать свои работы. Так как их у нас очень много, и мы много где выставляемся, но у нас пока нету своего пространства. Только вот эта мастерская, где мы, собственно, в себе собираемся. И здесь делаем выставки, творим стиль. У меня немножко тату направленности. Это в основном азиатские рисунки. То есть по мифам, по легендам, по сказкам. Все их фениксы, драконы. Также и в других стилях работаю. То есть меня интересует живопись общая. Также смотрю старых мастеров. И современные, старые. Все это очень интересно. Не могу сказать, что я в одном каком-то стиле работаю. Также я делаю космические пейзажи. Также делаю графику. Куча всего. Теперь, не покидая поселение Дубки, я предлагаю отправиться в местный дом культуры. Здесь в рамках фестиваля свободного творчества «Атмосфера» прошла благотворительная акция по сбору средств для одного мальчика. Ученики студии Art in Lab – это дети, которые от чистого сердца хотят помочь своему ровеснику, который оказался в непростой жизненной ситуации. И пускай у ребят нет денег, но у них есть огромное желание рисовать. Работы юных художников представили на фестивале, где любой желающий смог приобрести их за символическую сумму. Картины Софии Овчинниковой имели большой успех. А что, вдруг в ближайшем времени работы этой юной леди будут раскупаться как пирожки? Так, например, было у Василия Тропинина в свое время. Все может быть. Я решила помочь Евгению Москвину, потому что помогать – это очень хорошо. Мне нравится помогать всяким фондам. И я это делала уже несколько раз. И я решила нарисовать три картины, чтобы побольше их продать. И над всеми я очень старалась. На первой картине я изображала космос. Но ее уже только что отдали тому, кто помог. А на второй картине я изобразила домик, который находится в горах весной. На третьей картине я изобразила космос с лесом. Но ее тоже забрали, и фотографий, к сожалению, нет. В подобных мероприятиях я еще не участвовала. Но мне очень приятно, что деньги и мой труд пойдет в помощь Евгению Москвину. А теперь отправимся на другой конец нашего района – культурный центр Барвиха. Здесь состоялась художественная выставка под названием, которую озвучил еще Федор Михайлович Достоевский «Красота спасет мир». На экспозиции представлены полотна пяти художников, которые проживают в барвихинском поселении. В их числе оказалась и Инна Прохорова, которая представила восемь работ. Она совсем недавно начала рисовать, но своим творчеством привлекла большое внимание приглашенных экспертов. Я занялась живописью не так давно, вдруг возникло два года всего, и активно пишу только год. И у меня возникло какое-то невероятное изнутри, вот из души желание творить. Творить, и я купила масляные краски, холсты и начала пробовать. И поскольку у меня не было такого профессионализма, мастерства, какого-то опыта, то я пишу от души, то есть вот то, что я чувствую в этот момент, то, что я, те эмоции, которые во мне есть, я их передаю на холст. То есть как дышишь, так и пишешь, что чувствуешь, ты и пишешь. То есть я в картинах передаю те чувства, которые я чувствую в этот момент. И я когда перед тем, как начинаю писать, я не знаю, что будет, что будет, какая будет тема. И только когда я уже подхожу к холсту, в этот момент я понимаю, какие у меня ощущения, и начинаю творить. И, ну, примерно во времени это занимает один-два слоя, то есть один, например, полный день, и потом еще второй полный день. Вот примерно так во времени пишется картина. И в завершении виртуальной экскурсии отправимся в крайнюю точку нашего района, граничащую со Звенигородом в богемное местечко, деревню Грязь. Здесь, в гостевом доме Ветла, состоялась выставка нестандартной художницы Ольги Окс. Она член Творческого союза художников и Международного художественного фонда. Работает в стиле экспрессионизм и преимущественно в технике калаш. Излюбленной темой для творчества Ольги стали портреты звезд отечественной эстрады. В частности, та женщина, которая поет, Алла Пугачева. И эта выставка, которая здесь и состоялась, она не просто так. Это именно тот воздух, который, мне кажется, всегда вот вокруг Бугачевой. Это просто атмосфера творчества. Как она всегда говорит, что если творческий человек, то вся вселенная поможет. Не просто. И вот я думаю, что она всегда вдохновляет. И ее портреты. Да, у меня, конечно, не реализм. Но мне кажется, и сама Алла далека от реализма. Она экспрессивный человек, она страшно творческий, могучий. И вот поэтому мне хочется всегда передать экспрессию ее самого главного. Делая ее песни, ее музыки. Она, она, и вот это вот бурлеск линий, бурлеск красок. Это как раз вот мое отражение, мое, так сказать, как бы на той же волне пытаюсь работать, как она поет, быть такой женщиной, которая рисует. А теперь я хочу вместе с вами вспомнить об искреннем, самобытном и настоящем поэте Серебряного века Сергея Есенина. Помните тот самый литературный вечер в культурно-досуговом центре молодежной, который находится в селе Юдина. Там любят и чтят память Сергея Есенина не только в юбилейные даты, а каждый год. Итак, добро пожаловать! Тепло-приглушенный свет на крахмаленной скатерть, самовар и портреты юноши с воодушевленным лицом. Это Сергей Есенин, настоящий искренний и самобытный поэт. На сцене культурно-досугового центра молодежной постарались воссоздать образ советской оживленной коммуналки, где каждый может встать посреди главной комнаты и прочесть любимое стихотворение. Пусть твои волозакрыты очи, и ты думаешь о чем-нибудь своем. Я ведь сам люблю тебя не очень, утопая тайным дорогом. Любой творческий вечер здесь проходит в такой камерной и душевной атмосфере. В праздничную программу вошли не только литературные и музыкальные номера, но и театрализованные мини-спектакли, в которых актеры исполнили роли восточной красавицы Шагане и самого Сергея Есенина. Этот светловолосый юноша с пылким сердцем похож на поэта, как две капли воды. Максим Терещенко также участвует и в районных конкурсах. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстояние, когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Земля-корабль! Но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой, в прямую гущу бурь и вьюг, его направил величаво. На этом концерте очень часто говорилось о Есенине, как о хулигане, но я все равно считаю, что можно поделить его жизнь на две части. Если бы он жил в другое время, он бы творил, он бы наверняка прожил гораздо более долгую жизнь, его творчество сложилось бы совершенно иным образом. Для меня Есенин очень способный, очень интересный, практически самый лучший поэт. Для меня его творчество очень близко. Я проникся его жизнью. Можно сходить в музеи, можно смотреть фотографии. Сейчас очень много информации. Сергей Есенин пронзительно тонко чувствовал время и всегда точно находил нужные слова, чтобы первым встретить весну, признаться в любви, отозваться на общую народную боль или радость. Революция, любовь к матери, прекрасные женщины, родные просторы и вечные поиски справедливости. Вот ключевые темы, которые будоражили душу поэта. Выткался над озером Алый цвет зари На бору со звонами Плачут глухари Плачет где-то и вага Скоронясь в дупло Только мне не плачется На душе светло Только дома в родном селе Константинова поэт по-настоящему отдыхал душой. Не случайно его самые нежные строки посвящены матери и родному краю. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я Привет тебе, привет! Пусть сияет над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, Загрустила шибко обо мне, Что ты часто ходишь на дорогу В старомодном ветхом шушуне, И тебе в вечернем синем мраке Часто видится одно и то ж. Будто кто-то мне в кабацкой драке Садану под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, Это только тягостная бредь. Не такой же горький я пропоется, Чтоб тебя, не видя, умереть. До сих пор остается неразгаданной Тайной гибели поэта. Основная версия – самоубийство. Но некоторые исследователи биографии Есенина Выдвигают и другое смелое предположение – Убийство на политической почве. Гриф «Секретности» с этого запутанного дела Снимут лишь в 2025 году. Я хочу вам сказать честно, Что вы полюбили Есенина Так же искренне, как любим его мы. Потому что это удивительная личность, Гениальный поэт, Прекрасный, искренний человек, Оболганный, обувранный, О котором говорили, Лежал в клинике психологической, Кстати, мы знали, что в Ганочкину его положили специально, Чтоб скрыть от слежки. Он был неудобен партии. Но он старался, Ему помогали, многие помогали. Он был очень искренним, Он был очень доверчивым. И поверьте мне, что Вот эта любовь, которую он передал К родному краю нам, Она будет с нами на долгие-долгие годы. Я не верю, что он ушел из жизни сам. Этому не верите и вы. Так было надо К тому времени. Сколько он хорошего мог бы еще сделать, Сколько написать. Но все мы ходим под Богом. Мы любим Есенина. Мы верим в то, что Его творчество будет жить долгие годы. Мы очень-очень благодарны За то, что у нас есть возможность Сегодня встретиться с вами. Все, что любите его так же, как мы, Мы его пронесем и передадим. Спасибо. Мы очень довольны. Обстановка шикарная. Есенина люблю. И пою, и читаю. Но просто не было готово. Большое спасибо всем организаторам, Кто проводил это мероприятие. Было тепло. Несмотря на такую погоду, Как бы на улице не особо хорошую. Но не в этом дело. Дело в душевности. Дело в нашем великом Есенине. Воспоминания приятные о нем. И вообще все прекрасно. Я, честно говоря, в восторге от того, Что у нас масса, масса талантов, Которые как-то вот все-таки выплескивают Свою потрясающую энергию наружу. Вот это вот добро. Вот эта вот ласка к нашей земле. Ласка к своим согражданам. Меня это очень тронуло. Я вот сидела и думала, А когда я последний раз Привала книгу Есенина. Но, к сожалению, достаточно давно. Но в тот момент у меня был такой период жизни, Когда я перечитала очень много. То, чего на сегодняшний день не хватает. Не хватает всем. Не хватает молодежи. Не хватает таким, как я. Этого нет. В нашем районе джазовой культуре Уделяется большое внимание. Недавно администрация района Приготовила настоящий сюрприз Для всех ценителей музыки. Концерт легендарного джазмена Игоря Бутмана. Вместе с примой Большого театра Илзы Лиепа Они подарили зрителям Музыкально-поэтический вечер Под названием Он, она и мелодия их жизни. Многие из вас наверняка Были на этом концерте. Давайте вспомним Тот самый вечер поэзии И живой импровизированной музыки. В первом отделении концерта Квартет Игоря Бутмана Исполнил композиции, Которые у всех на слуху. Начался вечер с музыки Из мультфильмов По следам бременских музыкантов. Также прозвучали знаменитые Произведения Джеймса Брауна И Дюка Эллингтона. По традиции джазового искусства Каждое сольное выступление Сопровождалось громогласными аплодисментами. Еще год назад Администрация района Поставила перед собой Амбициозную цель Сделать Одинцово Культурной столицей Подмосковья. И когда к нам в гости С удовольствием приезжают Звезды мирового масштаба Как Игорь Бутман И Илза Лиепа То можно сказать, Что эта задача вполне выполнима. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще приятно играть. Акустика. При всем том, что это спортивный зал. Ну, акустика, мне кажется, Здесь очень хорошая. Тем более, что так много зрителей. Поэтому они, так сказать, Немножко украли Это эхо, которое могло быть Бывает в больших помещениях. Великолепная аппаратура. Я скажу, что это вообще у нас Вот, играя вот в этом зале Нам пришла вдруг идея, Что здесь можно проводить Замечательные джазы и фестивали. И сделать, как говорил Андрей Робертович, Что это надо сделать Из-за инвестиционного культурного столица Подмосковья. Это абсолютно возможно, Имеет такой замечательный, вместительный зал. Первое признание джазовыми критиками Игорь получил в 1981 году. В газете «Советская молодежь» Он был назван «Открытием года». В Советском Союзе, Стране с населением более 300 миллионов человек, Игорь Бутман считался лучшим тенор-саксофонистом По опросам джазовых критиков. Когда в 26 лет Игорь переехал в Америку, Он имел уже свой фан-клуб, Образованный из самых знаменитых И уважаемых американских джазменов. Карьера Игоря в Соединенных Штатах Развивалась стремительно. Там он выступал на лучших площадках Бостона и Нью-Йорка Джазменами мирового уровня. Сегодня коллектив «Маэстро» Славится композициями На стыке джаза и классической музыки. Известная балерина Илзе Лиепе Была первой исполнительницей Многих партий в известных балетах Репертуара Большого театра России И других театров мира. Во втором отделении дебютного проекта Под музыку джазового оркестра Она читала проникновенные строки Поэтессы Карины Филипповой, Песни на стихи которой В советской эстраде исполняли все От Клавдии Шульженко и Людмилы Зыкиной До современных артистов. Хочу и смою старые следы Потоками серебряной воды Велю прохожим поменять пути, Чтоб вздор мимо счастья не пройти И открывал парочкам зонты, Так будет легче перейти на ты. Я под большим впечатлением, я в восторге, Я никогда не читала поэзию на стадионе. Я очень рада, что эта премьера Произошла в Енцово, где замечательная публика. Музыкально-поэтический проект «Он, она и мелодия их жизни» В первую очередь родился благодаря тому, Что совпала творческая энергия Двух талантливых людей. Возможно, в ближайшем времени Дуэт прославленных артистов Отправится гастролировать по России С этим спектаклем необычного формата, Чтобы как можно больше людей Заинтересовать великой и вечной музыкой джаза. А теперь я предлагаю выйти За границы Одинцовского района На мировой уровень. Давайте поговорим о международных премиях. Их в современном мире учреждено очень много. Среди этих наград есть такие, На которые претендует большое количество Успешных людей со всего мира. Но в итоге их получают только Выдающиеся личности, лучшие из лучших, Сделавшие великие открытия Для человечества в определенной отрасли. Предлагаю вам вспомнить Несколько самых популярных премий, Хотя, может быть, о некоторых из них Вы наверняка уже слышали раньше. Премия «Оскар» учреждена Американской академией киноискусства. Она считается самой известной И популярной в мире кинематографической наградой. В отличие от других кинофестивалей, «Оскар» вручается не по результатам выбора жюри, А путем голосования членов академии. За такую демократичность Кинопремия и заслужила всемирную популярность. Она вручается номинанту в виде золотой статуэтки, Изображающей рыцаря с мечом, Стоящего на бобине с кинопленкой. Ежегодно для определения победителей фестиваля Отбираются те фильмы, Которые были в топах плейлистов кинотеатров В течение всего года. Еще одна премия, которую знают все, Даже те, кто не связан с миром науки. Нобелевская премия. Она была учреждена Альфредом Нобелем, Известным ученым, изобретателем и фабрикантом. В 1895 году он оставил завещание С указанием о создании фонда, Процент из которого решено выдавать В качестве премии тем, Кто принес наибольшую пользу человечества И сделал открытие в области физики, химии, физиологии, Медицины, литературы И за особый вклад в дело всего мира. Каждый лауреат получает золотую медаль С изображением Альфреда Нобеля Из рук короля Швеции. Кроме того, вручает за диплом и чек С денежным вознаграждением, Сумма которого зависит от доходов Нобелевского фонда. В последнее время она составляет Миллион долларов США. Родной город Эриха Мария Ремарка, Оснабрюк, в 1991 году учредил премию мира В честь своего всемирно известного уроженца. Ее вручают раз в два года За выдающиеся достижения В литературной, научной или журналистской деятельности, Связанной с вопросами гуманизма, Сохранения мира, прав человека Не только в конкретной стране, Но и в масштабе планеты. Сумма премии довольно внушительна И составляет 30 тысяч евро. Одна из самых престижных и известных Наград в современной индустрии музыки Была учреждена 14 марта 1958 года Ассоциацией звукозаписывающих компаний США. Идея создания премии родилась в Лос-Анджелесе У профессиональных музыкантов, Когда отмечался 80-летний юбилей Изобретения граммофона. Отсюда название и внешний вид Самой награды Позолоченный граммофончик. Грэмми присуждают каждый год В 108 категориях, Отнесенных к 30 музыкальным жанрам. В конце выпуска программы Культ Просвет Как всегда хочу пожелать вам Всего самого доброго и светлого. Желаю достичь высоких наград В той сфере деятельности, Которая вам ближе по душе. А что, быть может, Именно вы изобретете, например, Какое-нибудь полезное лекарство Для человечества? Или станете выдающимся режиссером, О котором заговорит весь мир? Я уверена, ваши труды Будут непременно оценены Какой-нибудь международной премией. С вами была Екатерина Старосветская. Всего вам доброго И следите за нашим эфиром.